Хотя её судьба складывалась непросто, Мария Кузнецова говорит, что всегда смотрела в будущее с оптимизмом и надеждой. Именно детский дом дал ей путёвку в трудовую жизнь, рассказывает Мария Ивановна. Когда вышла из детского дома, мне дали подушечку, одеялочку тоненькую и пять рублей. И я вот с таким багажом приехала в Чемишлию. Я приехала, пока я доехала до этого села, там детский дом тоже уже начал расформироваться, и я осталась, как говорится, на улице. Но я и сейчас не помню, как, кто, но я решила идти в райком комсомолом, я была комсомолкой. Должность пионера Вожатого в школе, зав. отделом среди молодёжи, более 40 лет в коммунальном и гостиничном бизнесе. Всё это было в жизни Марии Ивановны. Все заслуги, которые я отмечена, тремя медалями, грамотами, званиями заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства Молдавии, и почётный гражданин Мунтипи Камрат, и почётный гражданин Гагаузи, всё это я заслужила благодаря коллективу коммунального хозяйства. Очень были там хорошие, и сейчас они меня не забывают. Мария Ивановна старалась не только разнообразить общественную жизнь коллектива, но и поднять престиж родного предприятия, чтобы горожане и гости по достоинству оценили труд людей. У Марии Ивановны много друзей, которые окружают её заботой. Дочь Александра живёт в России, но при этом старается часто навещать мать. И желаем всем, всем людям на земле быть как можно дольше сыновьями и дочерями, и чтобы продлились годы наших родителей. Мария Ивановна уверена, что человек никогда не будет стареть, если он будет иметь верных друзей и всегда находиться среди хороших людей. В преддверии Дня пожилого человека Мария Ивановна пожелала людям прекрасного возраста не унывать и верить в лучшее. С днём праздника День пожилого человека! Но я хочу вам сказать, я считаю, что этот день можно назвать День мудрых людей. Я хочу, чтобы наша Гагаузия, чтобы скорее и богаче становился наш народ, чтобы в каждом доме было слышно смех младенца, радость родителей и улыбка стариков. Любовь к жизни передалась Марии Ивановне от родителей, а ключом к жизненной силе и долголетию является семья – её дочь, внуки и правнуки. Елена Радкогла, Григорий Ставилов, Алексей Герчу, Новости ГРТ.